я вас приветствую на презентации компании skyway капитал вот сегодня мы с вами будем говорить непосредственно возможности которые представляет своим инвестором или потенциальным инвестором компании skyway капитал немного поговорим о технологии то есть вебинар у нас будет состоять из двух частей будет показано 23 ролика постараюсь это сделать достаточно быстро чтобы не надолго вас отвлекать от тех дел которые есть у вас тем более вы знаете у нас сегодня скажем так время такое горячие пять дней осталось до смены дисконта возможно вы хотите скажем приложить активные усилия для того чтобы проинформировать гораздо больше людей которые вас окружают о возможности которые предлагает компания skyway капитал поэтому будем с вами работать динамично после меня мало того в 19 часов будет проходить вебинар который будет проводить владимир маслов это касается адресных проектов у него и скажем так целый ряд задумок информация очень полезная которую он будет давать на своих вебинарах мы с ним виделись вчера в нашем московском офисе поэтому я вам рекомендую его вебинары посещать знакомиться более подробно с возможностью создания адресных проектов вот и если вы активный человек скажем так двигаться в этом направлении итак друзья плюсики я вижу соответственно слышно видно меня хорошо давайте начнем наш сегодняшний вебинар прежде чем кратко рассказать о технологии почему кратко потому что в принципе целью презентации является информирование потенциальных партнеров о том что есть такая технология о том что есть возможность получать доход до выхода технологии на мировой транспортный рынок и на рынок инвестиций и в принципе презентация это момент скажем так выявление интереса человека если ему интересно он более подробно сможет ознакомиться и о возможности получения дохода и с технологией задать вопросы тем людям которые приглашают то есть презентация это краткая информация о том что возможно вчера человек еще не знал вот и в начале прежде чем кратко рассказать о технологии четыре очень важных момента первое мы говорим сегодня о компании skyway capital что же это за компания компания зарегистрирована в великобритании вы видите регистрационный номер на данном слайде то есть можете зайти на сайт официального регистратора скопировать этот номер ввести и почитать информацию о компании skyway capital она является официальным партнером группы компании skyway который выводит на мировой рынок новую транспортную систему инновационную систему является партнером по привлечению инвестиций потому что чтобы скажем так этот транспорт вывести необходимо построить тестовый участок продемонстрировать то что из себя представляет данный вид транспорта и уже сертифицированным транспортом выйти скажем так на мировой рынок и начать строительство дорог в разных уголках земного шара вот то есть своей деятельностью компания skyway capital способствует выведению на мировой транспортный рынок новой инновационной технологии разработанной анатолий дарычем юницким да они мы с вами немножко впереди поговорим и важный момент то что платформой на которой мы привлекаем инвестиции является крауд инвестинг либо народный инвестированный то есть сегодня абсолютно любой гражданин проживающий фактически в каждой стране мира имеет возможность стать совладельцем технологии стать совладельцем ближайшее время крупнейшей транспортной компании потому что натуре дарыч юницкий не один раз уже говорил что перспектива развития технологии такова что от 30 до 50 процентов всего мирового транспортного рынка будет занимать ближайшим будущем технологии skyway поэтому понимаете очень большие деньги это скажем так триллионы долларов да это даже не миллиарды долларов потому что транспортная отрасль фактически затрагивает все стороны жизни людей более 90 процентов людей зависит от транспорта практически ежедневно я думаю вы со мной согласитесь в этом человек который начал разработку технологии почти 40 лет назад 39 до анатолий дарыч юницкий его можно отнести к российским советским белорусским ученым изобретательным предпринимателям за время развития своей технологии эксперты организации объединенных наций давали оценку тому что создавал юницкий и эта организация дважды выделяла денежные средства на развитие технологии внедрения ее нашу с вами жизнь за время развития технологии анатолий дарыч юницкий на ранних этапах стал членом федерации космонавтики ссср которая одна из первых признала перспективность скажем так создание данной технологии использования нашей с вами жизни за это время у него более 140 различных изобретений в различных направлениях и транспортной отрасли скажем так и в различных направлениях промышленности у него 18 монографии более 200 различных научных работ с большинством из которых вы можете познакомиться на его сайте есть сайт инженера юницкого 3wunitsky.com вы видите на данном слайде у анатолий дарыча три высших образования первое из них связано с транспортом то есть он инженер транспорта второе патентное право изобретательства то есть в этом направлении и третье проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений все эти знания сегодня он использует и реализует создание технологии skyway skyway это небесной дороге то есть дороги второго уровня об этом мы с вами сейчас как раз еще немножко поговорим прежде чем кратко рассказать историю развития технологий до скажем так момента начала движения по краудинвестинговой схеме я хочу вам включить ролик который вам продемонстрирует что из себя представляет сама технология почему она инновационная чем она отличается от большинства технологий использованных нами с вами до повседневной жизни вот ролик двухминутный короткий и он даст полное представление чем мы занимаемся куда мы привлекаем денежные средства и как в ближайшем будущем будет выглядеть транспорт поэтому я вам предлагаю две минуты обратить свое внимание на этот ролик и дальше будем говорить о технологии и о предложении компании skyway капитал а Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за 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 субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok и компании европейские, которые имеют на эту лицензию. И технология была оценена в 400 миллиардов долларов США. Там с небольшим хвостиком, 100 с лишним миллионов, сколько там тысяч, даже в доллар, по-моему, 367 в конце. На основании данной интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания Великобритании и принято решение начать привлекать инвестиции посредством краудинвестинга, либо народного инвестирования. То есть деньги, привлекаемые от населения, абсолютно любой человек может стать совладельцем какой-то долей этой компании направлять на строительство подобного тестового участка, который был в подмосковном городе Озера. Сегодня это называется экотехнопарком. Так вот, мы сегодня находимся на четвертом этапе развития компании. У группы компаний Skyway, скажем так, первые инвестиции появились в конце января 2014 года. Существует четкий 15-этапный план реализации данной технологии, выведения ее на мировой транспортный рынок. И сегодня мы, кстати, находимся с вами в конце шестого этапа развития данной технологии. Мы об этом с вами впереди еще немножко поговорим. У нас с 1 июня начинается седьмой этап. Соответственно, будет, скажем так, уменьшение дисконта на приобретаемом пакете акций. То есть, если сказать простым языком, то стоимость долей компании, группы компании Skyway с 1 июня вырастет. Потому что за те же деньги можно будет купить меньшее количество акций, чем это было на шестом этапе развития. Кстати, сразу хочу сказать, что при переходе с одного этапа на этап дисконт всегда уменьшается. Почему? Потому что первые люди, которые инвестировали денежные средства в наш проект, ну, наверное, больше всего рисковали. То есть, на тот момент это был самый на есть венчурный проект, потому что нечего было показать, кроме вот тех же роликов, то, что вы сейчас видели. Сегодня уже есть что продемонстрировать. Это доказал экофестиваль, который прошел на территории Минской области и в городе Минске в апреле месяце, где было более 700 инвесторов с различных, с большого количества стран мира. То есть, это Европа, это, скажем так, и Азия. И намечено на этот год, в конце, где-то в середине октября, провести второй экофестиваль, на котором будет порядка двух-трех тысяч человек с еще большего количества стран. Итак, друзья, по итогам деятельности Анатолия Даровича Юницкого в первые, скажем так, десятилетия нашего нового тысячелетия, было получено целый ряд экспертных оценок по технологии, особенно, когда был полигон, действующий в подмосковном городе Озера. И вы видите перечень, небольшой перечень тех структур, которые эти экспертные оценки давал. На самом деле, он значительно больше. На сайте Анатолия Даровича Юницкого вы можете найти документы с синими печатями, с подписями оценки экспертов различных государственных структур. В большинстве своем это российские органы, потому что полигон находился в Российской Федерации. Но, тем не менее, это Институт проблем транспорта, Сибирское отделение, Российская Академия транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта, которое, скажем так, потом отвернулось на какое-то время, но сейчас снова поворачивается в нашу строну, да, Петербургский госуниверситет путей сообщения. Про организацию обнененных наций мы с вами уже говорили. Было получено более 50 патентов на различные ноу-хау, которые Юницкий применяет в своей технологии, и более 40 различных международных дипломов и наград на различных международных форумах, выставках, посвященных, скажем так, направлению науки, техники и транспорта в первую очередь. Мы с вами на сегодняшний день имеем 4 транспортные системы, которые повседневно используем. Это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, в состав которого входит и высокоскоростное железнодорожное сообщение. Это водный транспорт, речной и морской, и авиационный. То есть это дальняя авиация, средняя дальность авиации, малая дальность, это вертолеты. То, что, скажем так, при помощи чего человек может передвигаться. Так вот, если мы возьмем любую из этих 4 транспортных систем и посмотрим на преимущества, которые здесь перечислены на данном слайде, фактически ни одна из них не будет соответствовать тому, что вы сейчас видите. То есть низкосебестоимость строительства. Все технологии, которые я назвал, они очень дороги. Например, если про себестоимость строительства будем говорить, по землеотводу только, например. Чтобы построить дорогу автомобильную, нужно землеотвод в 100 раз больше, чем для строительства дороги Skyway. Минимальный землеотвод я назвал. Высокий уровень автоматизации. Те транспортные средства, которые мы используем в тех 4 транспортных технологиях, они все управляются людьми, в большинстве своем. Сейчас стали приходить к тому, что в некоторых странах уже поезда и метро передвигаются, скажем так, в автоматическом режиме. Здесь же это будет реализовано фактически на 100%. Высокая скорость. Данный вид транспорта будет затрагивать, транспортная система, точнее, будет затрагивать все сегменты транспортного рынка, и грузовой, и международный, то есть высокоскоростные перевозки, и городской транспорт. Грузовой сможет передвигаться со скоростью до 120 км в час, и протяженность трасс может составлять до 10 тысяч километров. Городской транспорт от 50 до 150 км в час, и высокоскоростной международный, международный до 500 км в час. То есть высокие скоростные показатели. Минимальные эксплуатационные расходы, потому что весь транспорт, который мы сегодня с вами используем, очень сильно зависит от климатических условий, от погодных явлений и так далее. Транспорт разработан Юницким, от всего этого зависеть не будет. Даже если будет, скажем так, сплошной туман, сильный ливень, снегопад, сильный боковой ветер, данная путевая структура все будет выдерживать, и транспорт, если говорить уже о безопасности, помимо того, что он будет поднят над землей, и люди не будут попадаться при движении данного вида транспорта, люди, животные и так далее. Этот транспорт снабжен, каждое транспортное средство, противосходным устройством специальным, и очень высокий запас прочности путевой структуры. То есть минимум десятикратный по отношению к тем нагрузкам, которые она будет нести. Буквально недавно в новостях передавали, кстати, если вы следите за новостями развития нашего проекта, была информация об испытаниях как раз-таки струны рельсы, еще даже без струн, которые были внутри, просто бетона. То есть очень высокие нагрузки выдерживают эту путевую структуру. Быстрая струк окупаемость, экономия времени и финансовых затрат, то есть все это есть в технологии ЮНИСКО. И она заметно выигрывает где-то там в десятки раз по всем этим показателям, по сравнению с теми транспортными системами, которые нам являются привычными. Да, действительно, этот транспорт пока необычен тем, что... Ну, не было это нигде реализовано на сегодняшний день. А мы близки к тому, чтобы это показать уже вживую. С 2014 года по сегодняшний день был целый ряд ключевых моментов развития технологии. То есть 2014 год, по сути дела, был годом становления. И ключевым моментом 2014 года стало открытие научно-производственного предприятия в городе Минске, где сегодня трудится больше 120 специалистов, конструкторского инженерного персонала, 15 конструкторских бюро, которые как раз-таки занимаются реализацией данной технологии. 15-й год стал, наверное, переломным, да, потому что именно в 15-м году, в январе-феврале, определились и с участком местности, за который планировалось побороться, да. Были разработаны первые, скажем так, эскизные разработки, как будет выглядеть эко-технопарк. Была как раз-таки запущена в феврале месяце деятельность компании Skyway Capital, о которой мы с вами сегодня говорим. В апреле, мае и июне были проведены, скажем, конструктивные переговоры в Умненных Арабских Эмиратах. И буквально та работа, которая была сделана в эти месяцы в 15-м году, вот буквально недавно была закреплена, потому что в Умненных Арабских Эмиратах прошли еще переговоры по сотрудничеству с арабской стороной в направлении развития струнного транспорта на территории арабских государств. В июне месяце был заключен договор на аренду земельного участка, который находится в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горка. В конце июня была сделана запись в единый государственный регистр недвижимого имущества Республики Беларусь о том, что 36 гектар земли почти закреплено за компанией с трудной технологией. В июле наш холдинг закончил реструктуризацию, мы перешли на работу с пакетами акций долей компании в долларном эквиваленте. И в июле же месяце, по сути дела, начались первые работы на территории экотехнопарка, а в августе-сентябре на протяжении осени до сегодняшнего дня идет активное строительство тестового участка и ни одного уже на территории экотехнопарка. Важными событиями, которые произошли осенью в развитии нашего проекта, стали получение идентификационного кода международного кода ценной бумаги. Это процедура, которую проходят фактически все компании, выходящие на мировой рынок инвестиций. И данный код был нашей компанией получен. Были проведены переговоры с австралийской делегацией. Рот Хук, который, скажем так, возглавлял эту делегацию, известный человек в Австралии, человек, который реализовал до сентября 2015 года целый ряд инфраструктурных проектов крупных на территории Австралии, связанных с недвижимостью, с транспортом. Приехал в город Минск, предварительно за два месяца где-то специалисты его компании изучили информацию о струнном транспорте и несколько дней находился в Минске, общался с Анатолием Даровичем Веницким, посмотрел, что делают на территории Экотехнопарка и уехал с твердым намерением строить дороги на территорию Австралийского континента. И сейчас, скажем так, у нас периодически появляются новости о том, что происходит в Австралии. Мы с вами впереди немножко об этом поговорим. Также осенью этого года, точнее 2015 года, состоялось, наверное, важное событие в истории нашей компании. Мы получили деньги не от инвекторов, физических лиц, как вот являемся мы с вами, а мы получили грант. В рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» нашему проекту вместе с Пуховичским райисполконом была выделена сумма денег, там была общая, скажем так, сумма 5 миллионов евро. На тот момент распределена между порядка 10-15 проектами, которые подали заявку на участие в данной программе. И в декабре месяце, точнее еще в октябре месяце, состоялось открытие нулевого километра, вы видите данную информацию, да, на нижней фотографии данного слайда. Прошла международная конференция, то есть там было порядка сотни небольшим инвесторов, которые принимали участие в акции «Посади дерево». И в ноябре 2015 года группа компаний Skyway в конце ноября перешла на шестой этап развития и на использование нового инновационного продукта в мире инвестирования. Это приобретение пакетов акций группы компаний Skyway, компаний Skyway Capital в рассрочку. Как убедились специалисты нашей компании, очень эффективная система работы и сегодня большое количество инвесторов приобретает эти пакеты акций, незначительно, скажем так, вкладывают денежные средства ежемесячно. Это выгодно инвесторам, с одной стороны, да, то есть они получают большие пакеты акций, при этом не затрачивая сразу большую сумму денег. Это выгодно нашей компании, потому что наперед видно, какая сумма инвестиций к нам придет в следующем месяце, через месяц и так далее. Планы на шестнадцатый год, то есть январь 2016 и по осень, закончить монтаж городской транспортной системы, продемонстрировать, что она из себя представляет, да, и приступить, скажем так, к опытно-промышленной отработке и к работам по сертифицированию городского транспорта Skyway. Параллельно, кстати, сейчас уже запущено строительство легкой трассы Skyway, так называемой унибайки. Дальше параллельно будет строиться грузовая трасса, и где-то к началу 2017 года цель это продемонстрировать грузовой транспорт Skyway, причем и городской, и грузовой транспорт будет в навесном и в подвесном виде, то есть двух видов, так как это будет реализовано в ближайшее время и строятся дороги в будущем. Уже, скажем так, один из планов на 2016 год реализован, 23-24 апреля 2016 года в городе Минске и в Минске области в первый день прошла крупная международная конференция под названием Экофестиваль Skyway, и очень важное событие ждет наша компания в сентябре этого года, с 20 по 23 число в Берлине состоится крупный транспортный, скажем так, форум под названием InnoTrans. На этот форум не мы сами пробивались, да, сквозь тернии кому-то доказывали, а пришло приглашение специалистам нашей компании принять участие в этом форуме. В разделе, скажем так, в номинации, да, инновационные транспортные технологии, инновационные транспортные системы будет представлена технология, разработанная Анатолий Дарвичем Юницкий. Очень важным событием в этом году стало признание Министерством транспорта Российской Федерации технологии, разработанные Юницким, инновационные. Это произошло 11 февраля 2016 года. То есть Анатолий Дарвич Юницкий приехал по приглашению Министерства транспорта, представил данную технологию и на заседании экспертного совета, вот вы видите, скажем так, протокол этого заседания, было признано, что технология, разработанная Юницким, является инновационной. Далее было продолжение. 25 марта, опять же, тот же экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал технологию, разработанную Юницкой, перспективной. То есть это дает нам, скажем так, уверенность в том, что Министерство транспорта Российской Федерации поворачивается к нам лицом, и высока вероятность использования данной технологии уже на территории России. Нам часто инвесторы задают вопросы, а почему вот в России мы не развиваемся и так далее, и так далее, и так далее, там иностранные какие-то государства согласны. Разместить у себя опытные какие-то участки, начать строить дороги готовы, а в России как бы ничего. Ну вот, дождались 25.03.2016, вы видите сейчас на этом слайде, опять же, протокол заседания экспертного совета, где технологии разработаны Юницким, я выделил здесь красным цветом на слайде, признано перспективной. И задача теперь построить экотехнопарк и продемонстрировать, что из себя представляет транспорт, после чего, возможно, начнутся активные работы по потенциальному строительству данных дорог, разработанных Юницким по технологии SkyWay в различных уголках Российской Федерации. А такие дороги, как нам нужны. Потому что в большинстве регионов, я буквально недавно был в отпуске, видел целый ряд, скажем так, городов, населенных пунктов, где дороги практически отсутствуют. И информацию, то, что я вам сказал, про сентябрь месяц, с 20 по 23 число, в категории, транспортной категории, транспортные инновации, будет представлена наша технология. Вот таким вот образом. По поводу хватает, нам не хватает хуков, вы знаете, у нас, наверное, и хуков может быть много, но, к сожалению, на этих хуков находятся десятки людей, которые, в принципе, все равно, как будет развиваться страна, как будут развиваться какие-то города и так далее. Главное, чтобы их особо не дергали. Хотя, вы знаете, в мире чиновничества тоже есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы инновации все-таки внедрялись в жизнь. И один из заместителей, кстати, Министерства транспорта Российской Федерации, министра транспорта, принимал активное участие в том, чтобы состоялась презентация Юницкого перед этим экспертным советом. Что еще хотелось бы отметить? Вы знаете, в последнее время все чаще и чаще в различных средствах массовой информации появляются статьи, появляется информация о развитии проекта компании Skyway в трудных технологиях, и сейчас вы это видите на слайде. То есть буквально за последние какие-то две недели, три недели информация была на информационно-аналитическом агентстве Росбалк сообщена о проекте Skyway. Информационный портал для специалистов транспортной отрасли называется «Транспорт Российской Федерации» тоже уделил время и место статье о развитии нашего транспорта. Даже, ну, в какой-то мере конкурент РЖД, да, который сегодня, скажем так, потребляет огромное количество денежных средств, выделяемых государством на свою инфраструктуру поддержания в рабочеспособном состоянии, по сути, является убыточным, тоже посвятил на своем сайте делового журнала информацию о том, что из себя представляют дороги Skyway. Далее, такие СМИ, как Интерфакс, я думаю, многие из вас слышали, скажем, название данного агентства, и вот на сайте Интерфакса тоже была размещена информация о том, что Российская Федерация признала Skyway. И то, что я говорил, австралийская делегация, которая приезжала в сентябре, и на территории Австралии продолжаются активно вестись работы по внедрению данной технологии, и за последние буквально две недели у нас было несколько новостей, что и на радио Австралии, и, скажем так, в средствах массовой информации сообщалось о том, что Австралия позитивно относится к нашей транспортной технологии, разработанной Юницким, да, и планирует активно в дальнейшем строить дороги. В июне месяце, как вот было сказано недавно, предполагается приезд большого количества специалистов из Австралии разного уровня, скажем так, разных, скажем, структур, министерств, которые будут вникать, что из себя представляет технология, и что с ней можно будет сделать на территории Австралии. То есть это будет, я думаю, большое событие, потому что Roadhook развернул активную деятельность, вот, и, да, здесь на английском языке, если вы обладаете пытливым умом, вы можете зайти в раздел «Новостей» на сайте компании Skyway Capital, и там есть перевод данной статьи, то есть дана ссылка на оригинал и на перевод информации, которая дается в этой статье. Это сайт официальной Австралийского университета «Флиндерс», где будет построена 500-метровая дорога, да, в этом университете по технологии Skyway, она будет являться тоже демонстрационным участком и уже потом, как бы так, на месте демонстрировать все преимущества технологии, разработанные низким. Вот как мы двигаемся семенильными шагами. С 1 июня, да, как я вам сказал, меняется дисконт, и мы с вами входим в седьмой этап развития группы компании Skyway в период с 2014 по 2017 год. Вот я вам говорю, что у нас есть 15-этапный план, и вот мы переходим на седьмой. То есть этот седьмой этап подразумевает целый ряд работ, они здесь перечислены на слайде, кратко, потому что, скажем так, сами этапы развития группы компании Skyway, вот, вы их можете найти, эта информация у нас была дана, и посмотреть, какие работы необходимы выполнить для того, чтобы данная технология была реализована в срок, и вы видите, да, то, что нужно будет порядка 7 миллиардов акций реализовать и привлечь на выполнение этой работы суммы от 7 до 15 миллионов долларов США, для того, чтобы, скажем так, не отставать от графика реализации данной технологии. Это то, что я хотел рассказать о технологии, опять же, кратко, сжато. Если интересно тем людям, которые первый раз слышат эту информацию, они смогут в дальнейшем подробно услышать информацию на вебинарах других спикеров, подробно об информации рассказывают Александр Мунко по понедельникам, воскресеньям, Алексей Суходоев, Сергей Сибиряков по средам. Эту информацию можно найти на сайте компании Skyway Capital, да, там подробно рассказано, что из себя представляет технология, как она планирует развиваться, что же сделано на сегодняшний день. А мы сейчас с вами переходим к предложению компании Skyway Capital. То есть у компании, которая работает с февраля 2015 года, есть своя миссия, то есть обеспечение финансирования новой мировой системы транспортных сообщений, объединение ожиданий людей всего мира, да, я не побоюсь сказать, в доступном, безопасном, высокоскоростном, комфортном, в десятки раз более доступном по цене и экологически чистом виде транспорта. И при этом еще компания Skyway Capital предлагает каждому из вас реализовать свои таланты, заложенные внутри вас, да, реализовать потенциал ваш, который у вас заложен. И в первую очередь, конечно, мы ориентируемся на людей, которые стремятся к такому состоянию, как финансовая независимость. То есть мы можем приложить усилия и помочь вам развиться в этом направлении. Хотя инвесторам, скажем так, мы рады всем инвесторам, всем, кто изъявляет желание сотрудничать с нами, стать просто инвестором нашей технологии и в дальнейшем получать свой доход, да. Но есть те, которые готовы и сегодня еще до момента выхода на мировой рынок технологии и на мировой рынок инвестиций нашего холдинга зарабатывать деньги. Основная цель – привлечь необходимый объем инвестиций для реализации технологии, о которой мы с вами сейчас говорили. Действительно, она не имеет аналогов в мире, у нее огромное количество преимуществ. Система привлечения инвестиций, на которой мы сегодня стоим – это краудинвестинг. То есть та платформа, на которой началась свою деятельность компания Resway System в 2014 году, и мы ее продолжаем развивать. Результатом в итоге будет то, что мы способствуем всей своей деятельностью внедрению нового, доступного по цене, как я вам говорю, безопасного, высокоскоростного транспорта на мировой рынок. Задача, которую мы ставим перед собой – это привлечение максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования. Сегодня стать совладельцем пакета долей компании может фактически абсолютно любой человек, потому что на сегодня пока еще минимальная цена – 15 долларов США, это немногим более тысячи рублей. Любой человек, в принципе, может себе позволить такую инвестицию. Он может периодически инвестировать в наш проект, то есть увеличивать портфель инвестиций по мере развития и по мере, скажем так, пока еще есть возможность стать совладельцами корневой технологии. Наша задача также – создать благоприятные условия для каждого инвестора, чтобы вы комфортно могли стать совладельцами пакета акций. В принципе, не выходя из дома, можно даже не одеваться, не умываться, разобраться информацией, выйти на наш сайт. Если у вас есть дома устройство для выхода в интернет и, собственно, сам интернет, вы можете стать обладателем какого-либо пакета долей компании. И, конечно же, наша задача – обеспечивать максимальную прозрачность нашим действиям и максимально информировать наших инвесторов о том, что происходит в развитии проекта в целом и в развитии компании Skyway Capital в частности. Условно, опять же, проект, развитие нашего проекта, внедрение технологий можно разбить на четыре части. Самый важный, наверное, момент из сегодня – это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа из нашего бизнес-плана, которых 15, как я вам говорил. Сегодня самое важное – это строительство экотехнопарка, то есть городского, легкой, скажем так, путевой структуры, грузового транспорта и высокоскоростного. В дальнейшем уже, когда, скажем так, мы продемонстрируем, что из себя представляет транспорт, сертифицируем его, это работа с адресными проектами, то есть партнерская программа не закончила свое существование только на привлечении денежных средств в корневую технологию, и в дальнейшем это получение прибыли каждого, каждым инвесторам. То есть, если, скажем так, немножко объединить, подытожить то, что я сказал, важный момент – это то, что компания зарегистрирована в Великобритании, что говорит о ее надежности. Возможность инвестирования предоставляется инвесторам практически со всех стран мира. Важно то, что приобретая пакеты акций в компании Skyway Capital, вы становитесь акционером группы компании Skyway и вас вносит в реестр независимого реестр держателя. Эта процедура у нас происходит в конце каждого месяца. У вас есть круглосуточная информационная поддержка, которая на сегодня уже реализована, и пока на сегодняшний день ваши денежные средства, которые вы можете вложить, например, до 1 июня, их уровень капитализации превышает 5000% за ближайшие 3-5 лет. Это очень высокий уровень капитализации. Инвестируя в наши технологии, вы в дальнейшем сможете получать прибыль от каждого построенного километра дорог и сегодня зарабатывать деньги, создавая свой собственный бизнес по партнерской программе компании Skyway Capital. Это возможность создания источника дохода, высокого дохода. При этом вам не нужно делать какие-то тяжелые физические усилия, предпринимать для этого, просто работать с информацией. В том информационном русле, которое, скажем так, есть у группы компании Skyway и у компании Skyway Capital. При этом вы можете построить большую партнерскую структуру на важной основе, на человеческих взаимоотношениях. То есть вы можете людям предложить возможность сделать их жизнь лучше. Этот инструмент у нас сегодня есть, этим нужно гордиться. У партнерской программы есть целый ряд преимуществ, выгод по сравнению с десятками, сотнями, с тысячами программ, которые существуют в мире. Подробно о них мы говорим непосредственно в вебинарах по партнерской программе по вторникам и пятницам. Здесь кратко можно увидеть, что инвестируя даже 15 долларов в США, вы можете получать высокий процент от привлеченных инвестиций до 20%. Выплата вознаграждений по маркетинг-плану компании осуществляется вплоть до 24 уровня, если вы, скажем так, активно развиваете бизнес и растете в квалификации. Вас никто не ограничивает, скажем так, в том времени, которое вы можете уделять развитию нашего проекта, никто не заставляет там жестко тратить каждый день по 10 часов, вы сами вправе выбирать то время, которое готовы этому уделить. И на сегодняшний день еще очень важный момент, наверное, отличие этой нашей программы от всех, фактически, которые есть в мире. Бонусное вознаграждение вы получаете деньгами на бонусный счет, но также у нас есть секционный счет, деньги из которого вы можете потратить на приобретение пакетов акций, на расширение портфеля инвестиций в нашем проекте. Задача партнерской программы привлечения за два года суммы порядка 300 миллионов долларов США в реализацию нашей технологии – это создание команды региональных лидеров. У нас есть отдельная программа по вознаграждению людей, которые, скажем так, осуществляют активную работу в своем регионе, организовывают эту работу, помогают людям становиться инвесторами, обучают людей, как все это делать. И они за это получают дополнительное вознаграждение, и в принципе данная возможность предлагается любому из вас, лишь бы вы выполняли условия, они не очень сложные, лишь бы вы готовы были активно развиваться в нашем проекте. В дальнейшем это будет создание адресных проектов, как я уже говорил, а в целом это оптимизация всех бизнес-процессов для максимального привлечения инвестиций в реализацию технологии уже сегодня. А сейчас вот внимание, то есть важный момент, который на предыдущих презентациях в таком сравнении не проводился. Сейчас вы видите целый ряд слайдов, которые демонстрируют отличие возможности приобретения пакетов сегодня. Вот здесь, например, вы видите четыре пакета, которые у нас достаточно давно уже стали, скажем так, повседневными. Это приобретение пакетов акций в рассрочку. Старт, сеньор, стабильный бизнес. В верхней части данного слайда это то количество акций, которые вы можете получить, если сегодня примете участие в нашем проекте, если по вашей рекомендации люди сегодня придут и приобретут эти пакеты. Нижняя часть слайда это то, что будет с 1 июня. То есть просто если посмотреть при инвестиции 25 долларов ежемесячно, да, сейчас вы будете получать в итоге 32 с половиной тысячи акций, с 1 июня на седьмом этапе уже 26 250, то есть на 6 тысяч акций на выходе меньше. Уточню, что к концу 17 года предполагаем мы цена каждой отдельно взятой акции, либо долей компании будет составлять 1 доллар США. Пакет сеньор, да, это сегодня 65 тысяч акций, в июне и последующем месяце 60 тысяч 400. И соответственно цифры отличаются на пакете стабильный и на пакете бизнес. Далее у нас есть разовый, у нас есть пакеты в рассрочку, ну для людей, в первую очередь наших европейских партнеров, да, которые готовы инвестировать крупные суммы денег. Здесь еще более существенная разница в уровне доходности. То есть если сегодня на пакете, когда вы готовы инвестировать 500 долларов ежемесячно, дисконт 450, то после 1 июня он будет 270. И если сейчас количество акций на выходе 2 миллиона 250 тысяч, то фактически почти в два раза уменьшится. Вы видите, да. Пакет, когда люди инвестируют 1000 долларов ежемесячно на 10 месяцев, да, уменьшится почти на 2 миллиона акций в составе этого пакета. То есть взвешивайте эту информацию и давать информацию людям, которые где-то еще калибруются, да, с 1 июня они получат гораздо меньше. Дальше у нас пакеты, которые продаются до 31 мая, до 30-го, да, получается, ну до конца мая. Пакеты, которые, скажем, в себя включают дисконты от 500 до 600, да, у нас они будут заменены на 4 пакета и дисконты будут заметно ниже. То есть на минимальном пакете здесь сегодня можно получить 2,5 миллиона акций. Минимальный пакет, который будет с 1 июня, это 1,4 миллиона. Фактически при тех же самых инвестициях. Не фактически, а так и есть. Инвестирую сегодня 5000 долларов в 2,5 миллиона. С 1 июня 1,4 миллиона. И пакет юбилейный, к которому мы тоже привыкли, это 1000 долларов ежемесячно люди инвестировали. Потом у нас, скажем так, появилось дополнение. Люди могли инвестировать 3 месяца подряд по 1000 долларов и получать 1 миллион 350 тысяч долларов. На выходе будут 4 пакета, которые будут приурочены как раз-таки к конференции, к мероприятию в Берлине, к Иннотрансу. И на выходе вы видите заметно сниженное количество акций, которые будут получать люди, инвестирующие на следующем этапе. И традиционный наш, скажем так, стандартный прайс-лист. Вы видите, что у нас минимальный пакет будет теперь 30 долларов США, 15 долларов не будет. И дисконт можно посмотреть, как он будет снижаться. То есть сегодня на шестом этапе дисконт на 30 долларов 61 будет 40. На 60 долларов 79 будет 50. Соответственно, количество акций уменьшается довольно солидно. Что еще хотелось бы сказать? Для людей, которые готовы развиваться по партнерской программе, у нас есть целый ряд инструментов в личном кабинете. Это и план вознаграждения, с которым вы можете ознакомиться и скачать себе на компьютер и потом демонстрировать своему окружению те возможности, которые мы сегодня предоставляем каждому инвестору. Это реферальные ссылки. Тот инструмент, который позволяет вам закреплять за собой какое-то количество партнеров и получать вознаграждение по маркетинг-плану. Всех хочу сакцентировать вот на чем. Если вы планируете стать партнером, первое, что вы должны сделать, зарегистрировавшись, подписать партнерское соглашение. Тогда мимо вас не будут проходить деньги. Это баннеры, которые вы можете размещать на своих интернет-ресурсах. И эти баннеры будут работать на вас 24 часа в сутки. То есть, если у вас посещаемая интернет-страница, будь то сайт, блог, страница в какой-то социальной сети, где вы даете людям полезную информацию, вы можете там разместить баннеры. У нас их более 60 видов. И люди, нажав на этот баннер, могут перейти на официальный сайт, либо на ленинг-партнеров, там прочитать информацию, нажать кнопку регистрации и стать вашим партнером. У нас есть раздел новостей, в котором есть кнопки соцсетей. И этот раздел в личном кабинете внутри тоже является инструментом. То есть, любой понравившейся новостью вы можете делиться в соцсетях, которые указаны здесь, на этом слайде, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Мой мир, Инстаграм. Нажимая на эту кнопку, пишите короткий комментарий. Данная информация размещается на странице, и все ваши друзья, в группах, в которых вы находитесь, люди могут увидеть информацию, пройти по ней, потом дальше осуществить регистрацию и стать вашими партнерами. К инструментам мы также относим мероприятия, подобные данному. Это презентация компании, это вебинары, касаемые партнерской программы, череда обучающих мероприятий, которые проводят лидеры бизнеса компании Skyway Capital, об этом вы легко можете найти в разделе расписания личного кабинета, расписания вебинаров. Там есть и кто проводит, и какая тематика, и легко вы можете найти ссылку для входа на данный вебинар. Есть возможность обращения в службу технической поддержки, как со страниц сайта, так и со страниц личного кабинета. Вы можете написать те вопросы, которые у вас возникают, и специалисты нашей технической поддержки вам моментально ответят. Если вопрос, скажем так, требует серьезного уточнения, соответственно, они оформят заявку, и уже специалисты служб нашей компании разберутся в вашей ситуации и найдут ответ на ваши вопросы. По сути, каждому из вас предоставляется уникальная возможность стать участником крупного инновационного инвестиционного проекта и проинвестировав даже, скажем так, незначительную сумму денег, в итоге получить на выходе очень серьезный доход. Здесь указан адрес, координаты нашей компании и картинка здания, в котором находится наш офис на улице Щипок. Информацию, которую я вам хотел дать, в принципе, сегодня в таком режиме, в таком объеме, который есть. В подобном формате, наверное, презентации будут проходить у нас еще в понедельник, но уже с переходом на седьмой этап, она немножко видоизменится, то есть целый ряд слайдов уйдут. Вот таким вот образом. Есть ли какие-то вопросы у вас? Вы знаете, да, то есть в предыдущем я тоже обратил внимание, что пакет за 350 долларов не претерпел фактические изменения, а может быть стал даже прибыльнее, но он один из всего перечня, поэтому не пугайтесь этого. Давайте мы сделаем следующее. Смотрите, друзья, я сейчас ставлю галочку, и вы у меня можете здесь, в комнате, не выходя сейчас, скачать таблицу дисконтов, то есть нажмите, скажем так, на папочку вверху, вы увидите доступные вам, интернет ресурсы, точнее, доступные вам ресурсы, находящиеся в комнате, и называется она таблица дисконтов. Скачайте ее, пожалуйста, если вам нужна, скажем так, дисконт. Либо зайдите сегодня на свой почтовый ящик, который у вас зарегистрирован в компании, и скачайте ее там, потому что сегодня была сделана рассылка с подобной информацией. То есть выглядит она вот таким вот образом. Таблица дисконтов. Она сейчас есть в моем разделе общедоступные ресурсы. Те, кто умеют открывать, вот данную табличку они могут скачать. Те пакеты, которые я сделал в презентации, слайды включил, вот они здесь описаны, и вы подробнее можете с этим ознакомиться. Либо еще раз я вам говорю, зайдите на сайт, точнее, в свой электронный почтовый адрес, ящик точнее, и скачайте ее там, посмотрите, ознакомьтесь, можно не скачивать, там просто ее смотреть. Вот таким вот образом. Вы знаете, Геннадий, для того, чтобы перебрасывать конструкцию в Австралию, в принципе, решать, наверное, ничего не нужно, да, потому что в Австралии есть целый ряд предприятий, которые смогут их произвести по технологии, которую разработал Юницкий. Это не значит, что мы все железо будем готовить здесь, и куда-то везти там пароходами, самолетами и так далее. Зачем? До 1 июня, по 30, ну, по конец мая месяца включительно, еще можно купить пакеты за 15 долларов. После уже нет. У меня все. Через несколько минут будет вебинар, который будет проводить Владимир Маслов. Вот. Если вопросы у вас какие-то еще останутся, вы можете написать в службу технической поддержки. Завтра в 13 часов я буду рад вас увидеть на вебинаре по партнерской программе. Мы сможем подробно поговорить еще об измененных пакетах. Всем хорошего настроения, здоровья, любви, денег. И до новых встреч на наших вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!